Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжим знакомство с Excel. Вообще звучит как оксюморон. Знакомство с Excel. И начнем с разбора того, что же мы сделали не так в предыдущем видео. На самом деле тут все просто. Если кто-то разобрался сам, честь ему и хвала. Только так и можно что-то по-настоящему узнать, действуя без подсказок. Что он сейчас делает? Он умножает e4 на f3. f3 он взял правильно, поскольку формула была умножить верхнюю на предыдущую ячейку. И копируя формулу, он действует по такой же схеме. Умножает верхнюю на предыдущую. И в результате мы получаем 3 628 800. Что нужно сделать? Нужно зафиксировать индекс вертикальной ячейки. Чтобы он брал значение не предыдущей ячейки, а только одной c4. В Excel для этого есть магический знак доллара. То есть в формуле, если мы поставим знак доллара перед c, он зафиксирует индекс. И куда бы мы не вставляли эту формулу, c будет неизменным. Соответственно, знак доллара перед четверкой зафиксирует значение 4. Таким образом, если мы вставим формулу, то получим искомый результат. Он умножает c4, то есть 1 на d3, e3, f3 и так далее. Задача решена? Нет. Если мы теперь скопируем формулу на оставшиеся ячейки, то получим такой результат. Логично, поскольку в формуле у нас сейчас все умножается на c4. Значит, меняем формулу и фиксируем не c4, а только c. Таким образом, он всегда будет брать значение из столбца c, а строки будут меняться. Что мы получаем при таком раскладе? Идеально. Идеально? Не идеально. Опять 3 628 800. А нет, даже 36 000 000. Еще хуже. Почему? Ну, теперь уже вы понимаете и сами. Теперь он умножает c12, это правильно, на m11. То есть, действуя по аналогии, берет значение верхней ячейки, как и предписывает формула. А значит, чтобы этого избежать, нам нужно опять переписать формулу и зафиксировать уже верхний индекс. То есть, c4 с фиксированным c мы умножаем на d3 с фиксированным 3. Поскольку в вертикальном столбце нам нужно брать значение столбцов, в горизонтальном значение строк. Я бы вам советовал сейчас остановиться, быстренько это сделать и понять логику алгоритма. Мне кажется, как только вы это поймете, все остальное станет периферией. Собственно, к периферии относится, например, формат ячеек. Вот тут у нас проставлена дата. И какое бы число мы не написали в этом столбце он преобразует его в дату. Странное число он преобразует в странную дату, а вполне конкретное в конкретную. И дату мы также можем растянуть на какое-то количество ячеек. Причем он прекрасно понимает в каком месяце, сколько дней и даже знает какой год у нас является високосным. Где это делается? Вот здесь. Выделили столбец, формат ячеек и выбрали один из предложенных форматов. Общее это все, что угодно. А вот, например, дата. Выбираете тип отображения, все. Теперь любое введенное число здесь преобразуется в дату. Вернем общий формат. Ну или к периферийному относится, например, запрет на ввод некорректных значений. Во-первых, это бывает полезно. Во-вторых, я просто хочу показать, что Excel многогранен и изучить его целиком не под силу, наверное, никому. Данные, проверка данных, целые числа и тут задаете диапазм. Скажем, от 1 до 23. При таком раскладе мы можем вводить в этот столбец числа от 1 до 23. Но не более того. При попытке ввести, скажем, 24, Excel выдаст сообщение, что это невозможно. Так, ну и еще два слова про формулы. Хотя про формулы в Excel можно рассуждать бесконечно, их очень много, но принцип работы у всех одинаковый. Поэтому начнем с самой часто используемой функции сумма. Она, собственно, поэтому и вынесена вот сюда. Берем ячейку, вставляем формулу. И осталось выбрать, что плюсовать. Указываем весь столбец и нажимаем Enter. Сейчас я отменю автопроверку. Еще раз. Сумма, столбец, Enter. Синтаксис видите. В принципе, то же самое можно написать самому. Сумма, скобка, первая ячейка. Можно указать не весь столбец, а, например, диапазон с B1 по B33. То есть через двоеточие. Ну и также диапазон можно указать, выделив ячейки, которые нужно суммировать. Кроме функции автосумма, тут есть, как не сложно догадаться, еще и другие функции. Разбиты по категориям. Понятно, что рассказывать я про них не буду, но что-нибудь сделать надо. Например, среднее значение. Указали диапазон, получили среднее значение. Можно поверить ему на слово, можно перепроверить. Как? Нужно разделить сумму на количество чисел. Формула тут простейшая. И я надеюсь, что вы сможете написать ее самостоятельно. Деление это слэш, кстати, а не двоеточие. Ну а я на всякий случай в следующем скринкасте покажу, как это делается. Потом мы немного усложним задачу и попытаемся наконец сделать что-то, что имеет практический смысл. Знаний у нас для этого уже достаточно. И поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и любите друг друга.